МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обсудили, сколько проверок не будут кошмаром для бизнеса. Разберутся с мусором в головах и на картах. Год экологии в Самаре дадут бой нелегальным свалкам. Птица улетает на юг, а летучие мыши в Самарскую луку. Самой крупной популяции в Европе в Ширяево посвятили музей. Тайное стало явным. В Самаре наткнулись на уникальные документы, которые проливают свет на события Средневековья. Аномальные морозы в Самаре не отступят как минимум до конца недели. Таковы прогнозы синоптиков. Сейчас температура воздуха на 9 градусов ниже климатической нормы. Жители в беде не бросают сотрудники МЧС. На трассе для водителей развернуты мобильные пункты обогрела. Где можно выпить горячего чая, пообщаться с психологом, где приютят и обогреют. Побывала Алина Чемерис. 30 километров от Самары. Дорога на Саратов. Мобильный пункт обогрева развернули сотрудники МЧС. Здесь рады всем, кто желает спастись от аномальных морозов. На улице минус 20, но из-за ветра по ощущениям гораздо холоднее. Спасение для тех, кто не хочет замерзнуть на трассе, пункт обогрева. Здесь можно не только согреться, но и перекусить с дороги. В меню гречневая каша с тушенкой, горячий чай, спасибо большое, и булочки. Для всех тех, кто рискует вот-вот остаться без связи, есть возможность зарядить телефон. Предоставляют не только розетку, но и зарядное устройство. Водители здесь гости частые. Владимир и Дмитрий гостеприимством остались довольны. Ну и целесообразно бы, конечно, меня ставить. На трассах они очень нужны. Спасибо, кстати, очень. Товарищи офицеры помогли. Чаек сладкий. И плюшечка. Мягкая. Пункты обогрева с наступлением холодов сотрудники МЧС на самарских трассах выставляют уже третий год. Сейчас температура на 9 градусов ниже климатической нормы. Здесь в обязательном порядке дежурят врач и психолог. Говорят, пока пациентов не наблюдается. Но к тому, чтобы оказать помощь, готовы всегда. Мы можем давление измерить, температуру померить. Да, можем, ну как бы, если человеку плохо, какими-то препаратами, медикаментами помочь. И если там, допустим, холодно, можем согреть, как бы, укрыть теплыми одеялами и доставить в лечебное учреждение. Люди также получают острое стрессовое расстройство. Это повышение тревожности, может апатия, может агрессия. То есть все, что входит в острое стрессовое расстройство. При необходимости мы оказываем психологическую помощь. Пункт обогрева, он и является каким-то таким частью снятия стресса. Это теплое питье, это, может, доброе слово, позитивный настрой. В мобильный пункт можно обратиться и за технической помощью. Здесь есть даже спецтехника, готовая оперативно выехать на место ЧП. Под чутким контролем и дальнобойщики. Сотрудники МЧС связываются с ними по рации, чтобы в случае чего предложить помощь. Но все же чаще всего водители в пункт обогрева наведываются сами. Наш мобильный пункт обогрева посетило 18 водителей. Из этих 18 водителей, одному водителю мы помогли заменить колесо, другому водителю помогли подкачать колеса, потому что в связи с понижением температуры колеса были спущены. И, соответственно, у него не оказалось с собой насоса. И мы, соответственно, ему оказали такую незначительную, но техническую помощь. Всего в регионе подобных пунктов обогрева два. Второй находится на 974-м километре федеральной трассы М5. Они будут работать, пока не отступят аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, холода продлятся минимум до конца недели. Алина Чемерс, Григорий Плешаков. События. Сэкономленные на содержание чиновников деньги пойдут на строительство детских садов. Депутаты Городской думы Самары собрались на внеочередное заседание. В повестке один вопрос изменений в бюджете. Деньги перераспределили, чтобы участвовать в федеральных программах. Марина Кравцова узнала, на что еще выделят субсидии. Еще два детских сада начнут строить. В Самаре уже в этом году. В новых микрорайонах, в Алгаре и Крутых Ключах. Деньги более 600 миллионов рублей Самаре выделят из федерального бюджета. Чтобы получить их, городу было необходимо экстренно найти более 70 миллионов рублей. Это обязательное условие для участия в программе софинансирования. Сделать это удалось за счет перераспределения средств городского бюджета. Сегодня мы внесли изменения в бюджет, чтобы оплатить свою долю софинансирования в размере 20%. В результате этого мы получим два полноценных детских сада в Алгаре и в Кошелеве. Жесткие сроки были для принятия в это решение. И можно сказать, это одна из заслуг депутатов и совместной работы главы города, главы региона на улучшение условий детского дошкольного воспитания. Откуда взять деньги, долго думать не пришлось. 87 миллионов рублей сэкономили на содержании власти. Расходы сократили по поручению губернатора Самарской области. Так фактически деньги чиновников отдали детям. Часть этой суммы, а именно 77 миллионов, были взяты уже сегодня, то есть ровно практически через неделю, для того, чтобы отправить эти деньги на строительство детских садов и на строительство пристроя к медико-техническому лицею. Также удалось найти средства на участие в программе по софинансированию для строительства трамвайной линии к Чемпионату мира по футболу. Новую ветку протянут от улицы Ташкентской до стадиона, а пути от площади Урицкого до Московского шоссе реконструируют. Марина Кравцова, Константин Головин, События. Недобросовестная конкуренция вышла на новый уровень. Палки в колеса малого бизнеса соперники пытаются оставлять чужими руками. В бесконечных кляузах просят о внеплановых проверках. Новые подходы к защите прав предпринимателей искали за круглым столом представители бизнес-сообщества и прокуратуры. Контролирующие и надзорные органы не кошмарят бизнес. Проверок стало меньше и в бой пошли конкуренты. Они заявляют о нарушениях в работе малых и средних предприятий и просят провести внеплановую ревизию. Защитить предпринимателей от необоснованных визитов контролеров призвана прокуратура. Она отсекает больше половины всех таких жалоб. При согласовании проверок выявлялись факты, когда заявление в контролирующие и надзорные органы пишут конкуренты, чтобы создать проверяемым предпринимателям определенные трудности. Мы хотим ввести изменения в налоговую законодательность, чтобы несли ответственность за то, что не подтвердилось, чтобы исключить вот эти наезды борьбы конкурентов между собой. Остановить подобные посягательства конкурентов должны изменения в законе. С этого года контролирующие органы должны заранее выяснять все обстоятельства, кто, почему и на каких основаниях заявил о нарушениях. И еще до подачи жалобы в прокуратуру выяснить, есть ли реальный повод для внеплановой проверки. Помогают встать на ноги начинающим предпринимателям и городские власти. Работают по всем направлениям, в том числе по продвижению самарских товаров и услуг. В городе появились площадки демонстрации потенциала и обсуждения ключевых вопросов малого и среднего бизнеса. Это прежде всего международный инвестиционный форум Самарской платформы развития бизнеса. Принимают участие промышленные предприятия, предприятия малого и среднего бизнеса, малоинновационные предприятия, индивидуальные предприниматели. Как отмечают в прокуратуре, за последний год снизилось количество нарушений при предоставлении государственных и муниципальных услуг для бизнеса. В целом по городу в Самаре в 2016 году отмечается существенное снижение количества выявленных нарушений. Так, прокурорами было выявлено 85 нарушений, это практически в два раза меньше с аналогичным 2015 годом. Причина тому – слаженная работа властей всех уровней и надзорного ведомства. Лариса Шлафаст, Марина Кравцова, Константин Головин. События. Новый порядок начисления социальных выплат в Самарской области может быть доработан. Сегодня об этом говорили участники заседания за круглым столом, которое прошло в областном правительстве. Согласно изменениям, установлен критерий нуждаемости. Таково требование федерального законодательства. Это касается компенсации платы за детский сад. Теперь их смогут получать в семье, где средний доход на каждого не более полутора прожиточных минимумов. Изменения коснутся и проезда в общественном транспорте. Социальная транспортная карта в Самаре становится не безразмерной, а только на 50 поездок. Следует отметить, что при этом бюджетные расходы на социальную поддержку будут увеличены, а перераспределение будет в пользу тех, кто реально живет за чертой бедности. Так установлена единовременная выплата детям-сиротам, заканчивающим школу, 5000 рублей от областного правительства. Ранее администрация Самара установила аналогичную выплату в размере 10 тысяч рублей. Поддержат и многодетные семьи. Пособие малоимущим увеличено со 150 до 500 рублей на каждого члена семьи. Кроме того, повышен размер компенсации за жилищно-коммунальные услуги с 30 до 50%. У нас есть люди, которые, например, семьи с детьми, которые получают такую выплату, как компенсация за детский сад. Государство помогает оплачивать детский сад, а в детский сад эта семья привозит ребенка на люксовом автомобиле, на дорогостоящем, в сопровождении гувернантки и персонального водителя. Есть статистика официальная о том, что есть тенденции к тому, что появляется больше людей, которые на грани или уже достигли порога бедности. Кроме того, многодетные семьи из Самарской области получат и единовременную выплату к Пасхе. Какие категории попадают под льготную выплату, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня дешевеет и опустилась ниже 55 долларов за баррель. Валюта дорожает. Курс на 9 февраля. Доллар 59 рублей 51 копейка, евро 63 рубля 44 копейки. Золото стоит 2342 рубля, серебро 33 рубля 49 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 59 рублей 80 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 25 копеек. Приватизация в стране останется бесплатной. Ранее сообщалось, что платить за нее придется, начиная с 1 марта этого года. Но Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации. Минфин определился с минимальной ценой на водку. Пол-литра в рознице будет стоить 205 рублей. А в Самарской области формируют списки семей, которые получат денежную выплату к Пасхе. Деньги выделят семьям, в которых четверо и более детей, а также одиноким матерям, воспитывающим несовершеннолетних. Размер выплаты составит 1500 рублей на каждого ребенка. На этом все. Удачи в делах! 100 конкретных дел в честь столетия всесоюзного молодежного движения. О подготовке торжеств к юбилею в ЛКСМ говорили на встрече, которую провел губернатор Николай Меркушкин с лидерами комсомола советской эпохи. По мнению участников совещания, за время существования комсомола был накоплен опыт участия движения в масштабных государственных проектах. И особенно важно, что молодежная организация была кузницей кадров для страны и содействовала патриотическому воспитанию. 29 октября 2018 года исполняется 100 лет с момента создания в ЛКСМ. Отметить события планируют большой программой конкретных дел. Нам самим надо тоже все продумать, есть на месте, чтобы это сыграло в том числе для подрастающего поколения позитивную роль. И это будет и воспринято всеми, и поняты всеми, и поддержаны всеми. Главная задача, которую мы ставим, это в какой-то мере нравственное, физическое, патриотическое воспитание молодежи, ну и научно-техническое творчество молодежи. То есть то, чем мы профессионально занимались во время комсомольской работы. Далее, коротко о других событиях дня. В Самаре разыскивают 18-летнего студента. С сообщением о пропаже сына в полицию обратилась мать. Выяснилось, что в последнее время пропавший находился в Новокуйбышевске. 17 января он ночевал в одной из городских гостиниц, а на следующий день уехал в неизвестном направлении. 5 февраля было заведено уголовное дело. Номера телефонов, оформленные на пропавшего, не отвечают. Полицейские направили запросы в банк, чтобы отследить перемещение средств по счету юноши. Всех располагающих информацией о его местонахождении просят позвонить в полицию. В Тольятти найден мертвым журналист и известный участник шоу «Своя игра» Андрей Жданов. Тело 47-летнего журналиста обнаружили в квартире без признаков насильственной смерти. Андрей Жданов участвовал в 74 играх и одержал 49 побед. Он победитель 12-го цикла «Золотой дюжины», член команды «Гроссмейстеров» в Кубке «Вызова-2», чемпион второго полугодия 2005 года, обладатель главного приза автомобиля за одержание 10 побед подряд и финалист первого командного турнира в 2012-м в составе команды «Поволжья». Причины смерти мужчины установят эксперты. Напомним, минувшим летом покончила с собой жена Жданова Анна. Самарские полицейские разыскивают подозреваемого в хищении денег. По предварительной версии, к случившемуся может иметь отношение мужчина, изображенный на фотографии. В полицию поступило несколько заявлений о пропаже пожертвований из двух ветеринарных клиник и одного детского центра. Правоохранитель просит всех, кому известна информация о подозреваемом, сообщить по телефону 020 или 102 с мобильного или обратиться в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантирована. Победа года. Аэропорт Курумыч стал дипломантом в номинации «Лучший аэропорт международного значения с пассажиропотоком до 4 миллионов пассажиров». Напомним, в этом году из аэропорта открываются регулярные рейсы в Стамбул. Первый вылет по маршруту Стамбул-Самара запланирован на 10 марта. Главное астрономическое событие месяца – полутеневое лунное затмение произойдет в ночь на 11 февраля. Затмение будет хорошо видно на всей территории Самарской области. Лунное затмение будет полутеневым. Оно начнется в полтретьего ночи. В это время луна коснется полутени Земли. Максимальная фаза затмения наступит утром в половине пятого. В это время будет хорошо заметно сильное потемнение северного лунного лимба. Окончание явления ожидается под утро в 6.55. В это время луна полностью освободится от полутени Земли. Почти 5 миллионов тонн столько отходов образуется в Самарской области за один год. Как улучшить экологическую обстановку в регионе, обсудили на совещании в областном правительстве. Указом президента 2017 год объявлен в России годом экологии. Во всех регионах запланированы масштабные акции по уборке территорий. И не случайно. По информации экологов, сейчас мусорные свалки в стране занимают площадь 4 миллиона гектаров. Эта территория сравнима по размерам с Нидерландами. И это только официальные полигоны. В прошлом году только в Самарской области насчитывали больше 300 несанкционированных свалок. С этой проблемой намерены бороться особенно активно при помощи общественников и волонтеров. Также на повестке дня работа с крупными промышленными предприятиями. Выбросы вредных веществ в атмосфере необходимо сокращать. Сейчас эта цифра достигает больше 650 тысяч тонн загрязняющих газов в год. Необходимо уменьшить и количество вредных веществ, которые сливают в Волгу. Также в планах повышать экологическую культуру жителей области. Большое значение придается также взаимодействию с общественностью, формирование новой экологической культуры. Когда бережное отношение к природе, ответственность за состояние окружающей среды является нормой поведения для каждого человека, для каждого из нас. Летучие мыши ждут в гости. В регионе открыли музей, посвященный жизни этих удивительных зверьков. В Самарской луке обитает 18 видов летучих мышей. С давних времен они считались одними из самых загадочных животных. Они вызывали опасения, страх и при этом огромный интерес. Правда о летучих мышах узнала Марина Матвейшина. Зимой Ширяевские штольни становятся прибежищем самой большой популяции летучих мышей в Европе. В это время в пещерах спят 34 тысячи особей 8 видов. От самых маленьких ночницы весят 5-6 граммов до крупных. Гигантская вечерница достигает 40 граммов в весе. Работники национального парка Самарской лука всеми силами стараются сохранить покой зверьков. И просят не посещать штольни зимой. И уж тем более не разводить там костры. Если температура окружающего воздуха в пещере поднимется хоть на градус, мыши просыпаются. На это тратится очень много энергии, жировой запас уменьшается и есть риск не дожить до весны. Подробности из жизни этих загадочных зверьков рассказывают в музее летучей мыши в Ширяево. Не нужно беспокоиться совершенно и бояться этих, главное, животных не нужно. Мне вот мама рассказывала о том, что как же там летучими мышами ты занимаешься, смотришь на них. Они же залазят в ухо и выпивают у тебя кровь. Я говорю, откуда это взяли? Такие мифы и есть. Они счастливы, говорят, ну как же нападают. Но вот те люди, которые посещают наш музей, они после этого говорят, ну мы все, мы точно животных своих не будем трогать. Летучие мыши-зверьки очень редкие и нужные. В тех местах, где они живут, резко улучшается состояние леса, говорят ученые. Мыши питаются насекомыми и защищают деревья и кустарники от вредителей. На самих мышей охотятся лисы, ласки и куницы. Особенно летом, когда мыши спят на открытом воздухе. Чтобы обеспечить спокойный отдых летучим мышам днем, по всей территории развешивают вот такие домики. Скворечники для летучих мышей. Сюда помещается до 13 особей. Снаружи скворечник гладкий, а внутри шершавый, чтобы мышки могли спокойно цепляться. Музей летучей мыши работает круглый год. Здесь можно поближе познакомиться с жизнью и особенностями этих зверьков. И два раза в год действует тур «Ночь летучих мышей». Желающие могут увидеть, как ученые отлавливают животных, взвешивают их, крепят специальное кольцо на лапке для дальнейшего изучения. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. В древнейшей истории Самары будет меньше темных пятен. Коллекция музея Лабина пополнилась уникальными документами. Записи и письма самарских археологов начала 20 века уже сами по себе представляют историческую ценность и содержат информацию, которую историки уже и не надеялись найти. О раскопках на Барбошинском могильнике рассказали слушателям Самарского лектория. Возможность прикоснуться к истории получила и Олеся Корецкая. Уникальный документ, кусочек большой исторической мозаики, чуть не сожгли рабочие. Эту невзрачную папку нашли в куче бумаг при сносе деревянного дома на Садовой. Через несколько лет документы попали в музей Алабина. В папке, датированной 1918 годом, оказались записки и письма директора Самарского городского музея Фёдора Яковлева и мецената Константина Головкина. В начале 20 века они проводили раскопки на месте Барбашинского могильника. Сейчас там девятая просека и жилые дома, а в XIII-XIV веках были мордовские захоронения. В музее сохранилась коллекция из раскопок. Судя по всему, мы знали, что было раскопано больше десятка погребений. Но что это за захоронения, какими именно предметами они сопровождались, что именно находилось в каждом погребении, этого мы и знали. Найденные документы многое объяснили. Сложили археологические кусочки в единое целое. На Барбашинском могильнике Фёдор Яковлев и Константин Головкин нашли не только мордовские захоронения, но и погребения человека с конём. Такой ритуал был характерен для представителей Золотой Орды. Путь в неё лежал как раз через территорию современной Самары. А самое важное – это вот эти дневниковые записи. Здесь видите погребение, есть номер погребения. Вот как раз из этих зачёрканных строчек дополняется ещё та информация, которая мне оказалась ни в публикации, ни в том, что должно было остаться. Это памятник о памятнике. Даже бумага, на которой археологи делали записи – историческая ценность. Об истории края на Волжской Луке, о работе своих коллег начала 20 века, Дмитрий Сташенков рассказывает слушателям Самарского лектория. «Признаюсь, даже, наверное, покаюсь, что с этой историей не так близко знакомы. И сегодня есть вот эта уникальная возможность узнать эту историю поближе и получше». В археологии чем больше находок, тем больше вопросов. Ответы на них самарские учёные будут искать и дальше, чтобы собрать археологическую мозаику в книге о древнейшей истории Самарского края. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. «Самарская энергия» неудачно завершила регулярный чемпионат студенческой баскетбольной лиги. В плей-офф команда технического университета не попала. В каких соревнованиях будут участвовать спортсмены в конце сезона, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». В Самаре прошли заключительные матчи регулярного чемпионата студенческой баскетбольной лиги. На паркете Госунивера встретились команды «Барс» из Ростова-на-Дону, Академия физкультуры из Малаховки, Технический университет из Белгорода, Крым из Симферополя, Краснодар и Самарская энергия. Из четырёх домашних матчей Технический университет выиграл только один у Краснодара со счётом 59-55. Две игры, вот первые, когда мы проиграли по два очка, они были интересны, ну, лично для меня и для зрителей, я думаю, кто приходил, ну, и по накалу. Ну, жалко, конечно, что проиграли, могли выигрывать их, могли выигрывать, причём спокойно, по 10-15 очков, но, наверное, я не знаю, ширины, ну, скамейки не хватило. Есть объективные, конечно, у нас причины, потому что на последнем туре мы испытывали страшные кадровые потери, когда у нас один за другим три игрока, которые, в принципе, прежде всего по защитной, по агрессии, по умению играть в защите, выбыли. Отсюда, естественно, у нас возникали проблемы в игре, и мы не показали тот результат, который мы настраивались. На последнюю игру Самарского тура энергии и сил не хватило. Крым победил со счётом 86-64 и продолжил борьбу за медали в плей-офф с седьмого места. Мы настраивались на эту игру, и, видите, несмотря на то, что 20 очков разница, но игра сложилась очень тяжёлая. После вчерашнего разгрома от Мгавка было очень тяжело восстановиться. Вчера ничего не пошло, сегодня всё же как-то команда собралась в третьей четверти, и вроде игра пошла. Студенческая лига очень нравится, высокий уровень игры, очень сильные соперники. В плей-офф студенческой лиги энергия технического университета не попала, но у самарских баскетболистов есть месяц на подготовку к другому не менее престижному турниру – Лига Белова. Кубок разыграют 42 мужские команды со всей России по олимпийской системе. То есть после определённого количества поединков между двумя соперниками только тот, кто выиграет больше матчей, пройдёт в следующий круг соревнований, так до финальной серии. Главный тренер энергии задачу ставит грандиозную – попасть в финал четырёх лучших команд Лиги Белова. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершён. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!